Очередной пленум Федерации профсоюзов Приднестровья должен был рассмотреть вопрос утверждения бюджета на 2014 год. Но неожиданно для многих собравшихся он начался с рассмотрения заявления председателя ФПП Владимира Сохина с просьбой уволить его с должности руководителя профсоюзов по собственному желанию. Я принял такое решение, потому что у меня сложились так семейные обстоятельства. Есть вопросы, которые мне нужно время быть дома. Объяснение причины увольнения не могло прояснить слухи о том, что это связано с проблемами, по возвращению кредита, за который якобы подписалась Федерация. Не зря, наверное, профсоюзная собственность бендерская гостиница при Этинии сегодня выставлена на продажу. Кстати, знаменитая терраспольская гостиница «Аист» была тихонько продана примерно за 135 тысяч долларов США. Прокомментировать свой уход нашим журналистам Владимир Сохин отказался. Выступающие отметили определенную неясность причин, побудивших председателя написать заявление. Почему уходит господин Сохин? Мы в очередной раз пытаемся замолчать проблемы, которые, безусловно, присутствуют в нашей самой массовой общественной организации. Хорошо это или плохо? Это плохо. Ничего хорошего из этого никогда не получалось. Новым председателем Федерации профсоюзов Приднестровья избрали Евгения Кахановского. Люди нуждаются в том, чтобы профсоюзы вспомнили о своих прямых обязанностях, о защите трудящихся. Вот если удастся вернуть профсоюзы в лидирующие, ну скажем так, на лидирующие позиции общественной жизни республики, и людям на местах, трудовому человеку станет легче, ну значит буду считать, что с работой, будем так говорить, справляюсь. Учитывая, что сегодня очень сложное социально-экономическое положение республики, учитывая очень сложную политическую ситуацию в республике, считаю своим долгом возглавить данную общественную организацию. С целью, ну, все решить нельзя, но стремиться к тому, чтобы ситуация немножечко стала бы выравниваться, необходимо. Я очень надеюсь на контакты с государственным органом власти, очень надеюсь на контакты на местных уровнях, с главами городов и районов, с выбранными органами власти, с исполнительной властью. И если мы все вместе сплотимся вокруг единой цели, а цель у нас одна, признание, благополучие, то профсоюзы будут играть здесь очень существенную роль. Вот на это я и надеюсь. Как вы расцениваете деятельность профсоюза на сегодняшний день? Ну, считаю, что, повторюсь, с такой огромной численностью ни одна партия не может сегодня соперничать. Считаю, что по каким-то причинам настоящей роли профсоюзов на сегодня в жизни республики, к сожалению, практически нет. Ну, где-то придется даже и возрождать. То, что было когда-то в Советском Союзе, когда действительно профсоюзное движение гремело на весь Союз, не очень беспокоит то, что сегодня авторитет очень низкий у профсоюзов. И как следствие, ну, не массовый уход с организацией, но все-таки наблюдается уход. Есть целые структуры, в том числе и государственные структуры, в которых нет профсоюзной организации. Это ненормально. Все зависит от нас. Все хотите, начиная от председателя, заканчивая президиумом и вниз по цепочке. Вот эта вот цепочка, она должна быть не прерывистой, а единой целой. И если это, повторюсь, удастся нам сделать, я уверен, что мы вернем ту славу, ту мощь, потому что возможности колоссальные профсоюзного движения, просто колоссальные. И думаю, что мы будем серьезной силой для государства, в государстве, для решения серьезных государственных задач. Вот для этого я здесь и полагаю, буду находиться. К проекту бюджета возникли вопросы. Если будет работать только 4-дневки, у нас получается дефицит бюджета 318 тысяч. Дефицит. То есть не хватает средств даже для 4-дневки. О каком, зачем говорить о 5-дневке, если изначально нет этих средств? Утвердив бюджет на 2014 год, Пленум ФПП закончил свою работу.